Родственные чувства Родственные чувства Родственные чувства Он говорит, да. Я говорю, ну тогда идите вот и найдите 100 рублей сейчас на улице. Ну хотя бы за день. 100 рублей сможете на улице найти за день? Он говорит, не смогу. Я говорю, 100 рублей не можете найти. А человека близкого на всю жизнь нашли. Как это возможно? Ну как бы так все равно с точки зрения логики это понять сложно, то что я сейчас сказал. Но я могу чувствовать, видеть, когда примерно по судьбе человеку положено получить кого-то. И бывает так, вот вчера ко мне женщина подошла, она говорит, Олег Геннадьевич, когда я выйду замуж? На каждой лекции говорю, что так не надо спрашивать, и все равно она подошла и говорит, когда? Время. Я объяснил, что для женщины выйти замуж это награда. За что-то. Я говорю, за что награждать вас будем? За то, что бросили мужа? Она говорит, ну да, было дело. Вот когда раскаетесь, говорю, когда сможете раскаяться, тогда Бог вас простит и даст другого человека. Потому что энергия Бога, она тратится на то, чтобы люди были вместе. Мы, наверное, заметили в своей жизни, что очень трудно бросить близкого человека. Пытаешься бросить и не можешь. От него идешь, и тебя тянет назад. Это энергия Бога тянет назад. Это не то, что я не могу бросить. Типа я такой человек заслуженный. Я такой классный человек, что я не могу бросить. Эта энергия Бога нас соединила, она же и не дает бросить друг друга. Эти родственные связи поддерживаются высшими силами. Энергии Бога, божественной энергии. Это божественная энергия. И когда человек все-таки разрушает эту божественную энергию, он чувствует, что-то делает не то. Он чувствует это, но все равно это делает. Пищить и лезет. Результат будет печальный. У женщин, когда она бросает, женщина бросает к мужу, у нее сердце становится холодным. У женщины из сердца идет энергия семейной жизни. Энергия семьи, семейной жизни. И мужчина, который надоело жить одному, хочется семью, тепла, он ищет женщину с теплом из сердца. Это подсознательно происходит. Он не понимает, что он именно такую женщину себе ищет. Есть же много красивых девушек, но некоторые красивые девушки не могут выйти замуж, хоть они и красивые. Поднимите руку девушки красивые, которые не могут выйти замуж. Есть красивые девушки, которые не могут выйти замуж. Почему так происходит? Потому что или в прошлой жизни какие-то проблемы были в отношениях, или в этой жизни уже девушка бросила близкого человека. Когда девушка бросает близкого человека, рвет отношения. То тогда сердце остывает, оно становится холодным. Холодное сердце, оно может только временно привлечь кого-то. Временно. А потом человек начинает общаться, чувствует, нет семейной энергии, нет семьи, чувства семьи нет. И расстается. Что делать? Нужно раскаиваться. То есть опять смотрим на святыню, кланяемся и понимаем, что мне для жизни, для развития, для духовного развития, женщине нужна семья. Я раскаиваюсь в своем поведении. Я неправильно поступила. Я не надо было мне бросать этого человека. И сначала, когда человек раскаивается, он не чувствует, что ему не надо было бросать. В сердце приходит идея, что все-таки я права, что его бросила, гадину. Но замуж не могу выйти, поэтому и раскаиваюсь. Надо начинать с этого хотя бы. А потом постепенно, со временем, в результате раскаяния и молитвы придет знание о том, в чем ты не права. Это знание очень скрыто от человека. Человеку очень трудно понять, в чем он не прав. Женщине очень трудно понять, в чем она не права по-женски. Потому что есть у каждой женщины вот это эгоистическое чувство своей женской правды. Есть женская правда такая, так называемая. И женщины друг друга поддерживают в этой женской правде. Хотя она не является правдой по факту. Ну, не будем сейчас об этом углубляться в женскую правду, чтобы женщины не восстали против нее. Например, один кусочек такой женской правды – это женщина лучше, чем мужчина, в тайне в сердце. А также ребенок лучше, чем мужчина. Женская правда означает, мы живем для ребенка. Хотя по факту веды говорят, что женщина должна жить для мужа. Тогда ребенок воспитывается правильно. То есть есть женские какие-то виды правды, которые являются ложью по факту. Они неправильны. Это неправильный способ понимания вещей. Так как женщине все самое лучшее наружу, поэтому ей кажется, что она лучше мужчины. Каждой женщине кажется, что она лучше. Но она должна понимать, что это не является правдой. Женщина должна подчинить себя мужскому началу, и тогда она становится лучшей половиной человечества. Только в этом случае, когда она себя подчиняет. А если она себя не подчиняет, то она не лучшая половина. Она половина, приносящая беспокойство обществу. Также есть мужская правда. Мужская правда заключается в том, что мужчина считает всех женщин дурами. Мужчины считают, что женщины дуры. Ну они как бы... Ну хотя это неправда. Потому что женщина является сердцем человечества. То есть женщина, смотрите, на лекциях больше женщин, чем мужчин. В храмах больше женщин. Женщина ближе к Богу. Тот, кто ближе к Богу, тот и разумнее, по факту. Но вот есть мужская правда. Женщины глупее. Женщины глупее меня. То есть мужчина так чувствует, так думает. Это мужская правда не является правдой. Это просто его иллюзия, в которой он живет. Иллюзия мужчин. Ну то есть есть мужская иллюзия, женская иллюзия. И в соответствии с своей иллюзией люди часто совершают поступки, но Богу все равно, какие у нас иллюзии. Он будет судить нас в соответствии с своим законом божественным. Божественный такой закон. Если я соединил людей вместе, а кто-то из них другого бросил, значит за это будешь отвечать. Все. Бросил, будешь отвечать. Нет вариантов. Нет вариантов. Хоть есть у тебя своя правда, почему ты бросил, хоть нет у тебя этой своей правды, не имеет значения. И так родственное чувство создается Богом. Это божественная энергия. Родственное чувство объединяется следующим образом. То есть люди чувствуют близость к человеку. Близость означает больше счастья и больше страданий. Иллюзия заключается в том, что мы ждем больше счастья от близости. Но близость означает больше счастья и больше страданий. Поэтому в невежестве близкие люди боятся друг друга, потому что там очень сильно преобладают страдания. Люди, когда в невежестве живут, они очень агрессивно. Они агрессивно наслаждаются друг другом. И агрессивно насилие совершают друг на другом. Они агрессивно доказывают свое невежество. Поэтому признаком невежественной жизни являются очень грубые скандалы в семье. Это признак невежественной жизни. Страстные люди тоже ругаются, спорят, но стараются это делать покультурнее. Благостные люди тоже могут ссориться. Но, скорее всего, чаще всего, чем благостная ссора отличается от невежественной? Когда люди в невежестве поссорились, они не мирятся. Они просто забывают, что поссорились. Страстные люди мирятся только внешне, когда поссорились. А благостные люди мирятся по-настоящему, прощают по-настоящему, когда поссорились. Вот в этом разница. Все ссорятся и благостные, и страстные, и невежества. Потому что больно всем в семейной жизни, всем больно. Ну, то есть, родственные чувства дают больше счастья и больше страданий в отношении. Но страсть означает «прощаем только внешне», потому что, когда человек не молится Богу, он не может сердце простить глубоко. Это только по милости Бога происходит. Мы не можем забыть страдания. Забывают страдания только благостные люди, которые с Богом живут. Итак, надо понять одну вещь, что родственные чувства – это испытания для каждого человека. И поэтому люди в страсти, они побаиваются родственных чувств. Они чувствуют опасность в этом. И поэтому они боятся открывать сердце друг другу. Давайте вот по открытию сердца тоже классификацию проведем. Открытие сердца близким человеком. Открытие сердца не означает говорить о сексе, о детях. Открытие сердца означает говорить о недостатках своих и близкого человека. Единственный способ открытия сердца вообще есть. Это говорить о недостатках своих и недостатках близкого человека. а также говорить о Боге, говорить о духовном, о своей вере, говорить, это называется открытие сердца, о своей вере, о самом ценном, что у тебя в сердце находится. Некоторые люди думают, что открытие сердца означает встретиться, поговорить о детях, о семье, о доме, строящемся. Это не открытие сердца, это удовлетворение чувств. Эта беседа не идёт глубоко в сердце, она не открывает, не очищает сознание, такая беседа о семье, о родственниках, кто у кого родился, кто где растет, кто куда поехал, кто чем занимается, чем приготовили на обед, постирали, не постирали. Это не открытие сердца, это наслаждение. Беседа для наслаждения. Открытие сердца означает сказать о своих проблемах в жизни, посоветоваться и сказать о проблемах близкого человека, что еще тяжелее. Конечно, мы говорим друг о другом проблемах в ярости, когда не выдерживаем уже эти проблемы. Это не открытие сердца, это просто попытка втулить в сердце, вставить в сердце близкого человека свое знание о нем. Это не работает тоже. Ничего туда не вставится. В сердце можно вставить что-то только с помощью любви. Если любовью знание окружить, тогда оно вставляется в любое сердце. Без любви знания в сердце не вставишь. Нужно любить близкого человека. Любить означает желание служить. Любить не означает балдеж, который ты испытываешь от человека. Означает только желание служить. Если я хочу заботиться о нем, что-то сделать им приятное, хочу, значит, это капелька моей любви к нему. Настоящая любовь берется только от Бога. Мы нищие в любви. У нас нет никакого желания никому ничего сделать. Никакого. И некоторые думают, что Олег Геннадьевич бесконечное желание что-то для нас сделать. И когда заканчивается лекция, я могу несколько человек принять, но когда у меня остывает обед, и люди говорят, ну еще немного, Олег Геннадьевич. Как Васька попал в спирт, Коль, Васька попал в спирт, и его выжимали, пока он не сдох. Вот. Вот. Ну, чтобы спирт как-то... Очистить спирт от Васьки. Когда меня отжимают после лекции, пока я не сдох. Я могу что-то сделать для вас, но какая-то возможность какая-то ограничена, потому что я не Бог. Часто человека с Богом путают. Я вчера девушку спросил. Вот смотрите, если мы друг другу хотим служить, то тогда я буду заботиться о вас столько могу, и вы обо мне тоже позаботьтесь. Я уже не могу сейчас о вас заботиться, мне надо идти кушать. Я говорю, что будем делать, я пойду кушать или буду подписывать книгу? Если я подписываю книгу, то вы заботиться обо мне не хотите. Ну, я могу это сделать. Или я иду кушать. Она посмотрела на меня и говорит, Олег Геннадьевич, подпишите книгу. Ну, то есть, кушать вы хотите, не хотите, это ваше дело. Еще немного, Васек. Потерпи еще немного. Сдох. Ну, бывает, что делать. Бывает, Васек вздыхает тоже от отжима. Видите, у нас нет склонности служить. Ни у вас, ни у меня. Видите, я устал, уже все, не могу больше. Мне надо идти кушать. Также вы не склонны, как бы, меня отпускать. Это означает, мы нищие в энергии любви. Мы нищие. Но когда мы молимся, то энергии любви становится больше, и сколько можем, можем отдать. А потом она кончается, и мы отдавать уже не можем. Не надо требовать от человека больше, чем он может отдать. Это неправильно. Человек — это не Бог. У человека есть определенная возможность служить. Определенная возможность. Любого человека. Если мы требуем энергии любви к себе, это вызывает скандалы. Требовать энергии любви лучше вообще не надо. Это самый лучший вариант жить. Не требовать энергии любви, а давать энергию любви. И так. И так. Энергия любви берется только от Бога. У нас нет энергии любви. У нас есть энергия наслаждения, которая опять же Богом дается. Вот два человека полюбили друг друга, это тоже божественная сила, влюбленность. Знаете, как она действует? У нас внутри есть благочестие у каждого человека. Благочестие — это то, что дело приносит счастье. Мне и другим людям. Есть два вида благочестия. Есть благочестие, которое счастье другим приносит. Есть благочестие, которое мне приносит счастье. Иногда они соединяются. Допустим, девушка симпатична. Это благочестие, которое приносит счастье другим. Хочет она или не хочет, ее лицом будут наслаждаться. Иногда, когда наслаждаются ее лицом, ей это нравится, это значит, что ее благочестие приносит счастье и ей, и другим людям. А иногда, когда ее лицом кто-то наслаждается, ей не нравится. Она не хочет, чтобы этот человек на меня смотрел. Чего он на меня смотрит? А он смотрит, наслаждается. Потому что идет энергия наслаждения. Она не хочет. И так бывает, что благочестие идет наружу, бывает внутрь. Но когда люди влюбляются, то взглядом, глядя на другого человека, мы вытаскиваем из него благочестие. Я наслаждаюсь благочестием другого человека. Это называется влюбленность. Я влюбился в него. Я вытаскиваю из него наслаждение, энергию наслаждения. Энергию его добрых дел, которые он совершил в прошлом. Вытаскиваю, наслаждаюсь ей. Как вы думаете, у него бесконечно много там энергии наслаждения для меня? Нет, ограниченное количество. Так же, если взаимная влюбленность, тогда и он смотрит на меня, из меня вытаскивает энергию наслаждения, энергию благочестия моего. И идет взаимное наслаждение, взаимная влюбленность. Когда возникает взаимная влюбленность, то есть возможность быть вместе у людей. Или нет возможности. Бывает, что нет. Нет возможности жениться. Бывает, что девушка не готова жениться. В чем это выражается? Если девушка не готова жениться, она не готова терпеть мужской характер. В мужском характере есть проблемы. Строгость, твердость, жесткость. Женщина чуткая, чувствительная по природе существует. И очень трудно, особенно в юношеском возрасте, терпеть мужскую силу, мужскую энергию. И она поэтому капризничает с мужчиной рядом. Она не может рядом с ним находиться долго, капризничает. Это означает, что не готова выйти замуж. Мужчина, когда не готов жениться, взять замуж девушку, он не терпит ее эмоции. Женщина по природе очень эмоциональна. Эмоции женские приносят боль мужчине. И если мужчина не сильный, характер у него слабый, он не может терпеть женские эмоции, поэтому не может взять замуж женщину. То есть люди могут любить друг друга, у них есть вот эта влюбленность. Это не любовь на самом деле, это просто влюбленность. Они влюбились друг в друга, но жениться не могут, потому что они могут терпеть друг друга характер. Но самое главное, это то, что Олеся вчера на концерте спела. Это самое главное, понять в родственных отношениях, самое главное, понять вот это вот то, что она спела. Ради высокой любви мы обязаны Помнить, что с нами пожизненно связаны Нитью незримою, нитью незримою Наши любимые Нитью незримою Понятно? Нитью незримую Увидеть нить невозможно, но связь есть Эта нить имеет божественную природу Нить незримая вот эта вот Божественная энергия Между сердцами она протягивается И эту энергию надо беречь Мы ее эксплуатируем Как мы ее эксплуатируем Пытаемся наслаждаться близким человеком Это эксплуатация А надо ему служить Заботиться о нем Когда у меня ребята, мои помощники Хотят, чтобы я еще побольше чуить работал Я говорю, берегите скотинку А то сдохнет Начинаю думать тогда Что делать дальше Я говорю, а если скотинка сдохнет У вас все развалится Берегите скотинку Надо беречь друг друга Беречь Не эксплуатировать Опасно Родственные нити не надо напрягать Надо служить отношениям Служить означает наполнять силой Но это трудно Потому что мы сотканы из желания наслаждаться В этот мир мы появились для этой цели Очень трудно заставить себя в молитве Отдавать силы близким людям Хочется брать все время Мы вспоминаем близких людей Целью наслаждаться ими Не целью служить А целью наслаждаться Но если мы во время молитвы Вспоминаем Это и есть любовь Подтверждение Богу понравилось Выключил свет Чтоб на этой фразе запомнили Тему запомнили Раз, два, три Раз, два, три Повторить? А вы спали в это время, да? Свет выключили У меня в армии Знаете, как это Офицеры делали Учебная часть была учеба Когда у солдат Солдаты обычно спят на учебе И офицер говорит Тихо Кто спит Потом громко Встать! Все, кто спали, встают Остальные сидят Повторяю Ради высокой Любви мы обязаны Помнить, что с нами Пожизненно связаны Нитью незримою Нитью незримою Наши любимые Запомнили? Запомнили? А? Невозможно забыть, согласен Надо эту нить питать Служением Когда мы служим близким людям Когда мы выполняем перед них Свои обязанности Думая о Боге Потому что, когда мы о них думаем Выполняя свои обязанности Нам захочется потом назад Допустим, я для мужа готовлю Когда мы ждем взаимности от отношений Взаимности То это вызывает напряг Люди могут взаимность проявлять Только в отношениях с Богом А в отношениях друг с другом Они могут только пользоваться Этими отношениями Вот смотрите, допустим Меня кормят обедом Вкусно, допустим Рано или поздно Я не буду уже благодарен Я буду чувствовать, что так и должно быть Иногда мне жена нагладит Там все как бы наденет На работу Я подхожу к ней и говорю Смотри, какой я чистенький Аккуратный Я говорю Это я такой по природе У меня природа такая Что я такой чистенький Аккуратненький Она смеется Потому что мы так все думаем Нас вкусно накормят Наденут Нагладят И мы по природе становимся Чистенькими Аккуратненькими Мы все присваиваем Служение близких людей Склонны присваивать люди Поэтому от них не надо Ничего ждать Назад Надо просто отдавать Любовь близким людям Но если мы начинаем Молиться Богу Все вернется назад обязательно Это возвращается незаметно В нашу жизнь Мы не можем понять Как нам дает И что Бог Потому что мы к этому Тоже очень быстро привыкаем Вот например Знание Только по милости Приходит в жизни Ну мы привыкаем быстро Мы думаем Вот я так живу У меня такая вера Это все По моей природе Нет Это потому что Ты получил милость К одному духовному учителю Очень возвышенному Подошли ученики И говорят Это сколько Нам надо было Хороших поступков В жизни сделать Сколько совершить Добрых дел Чтобы получить Такого духовного учителя Как вы Вопрос ему задали Посмотрел на них На одного говорит Ты в прошлой жизни Был животным А ты деградантом Ну всем назвал Кто они были В прошлой жизни И они спрашивают Тогда А как же мы стали Вашими учениками И он по шее Одному из них дал Говорит Вы стали по милости По милости Милость Это важная вещь В понимании Нашей жизни Нашей судьбы Надо понять Что Мы близких людей Получили по милости Детей Получили по милости И само То что дети Подчиняются Нам Это тоже Милость Бога Ведь ребенок В прошлой жизни Был старцем Глубоким Разумным Мудрым А теперь родился Ребенком И он Играет вот эту роль Несмышленыша И мы Его Как бы Командуем Им Понукаем Не зная о том Что Может 10 лет назад Он был мудрецом Каким Понимаете То есть Все это по милости Происходит Надо благодарить Надо быть благодарным Богу За близкого человека За детей За здоровье За то что нет войны Сейчас Пока Понимаете Надо за все За это Благодарить Бога Это называют Служение Служение Означает Понимать Что есть милость Когда мы Привыкаем К тому что есть Это эксплуатация Когда мы Понимаем Что есть милость Это называется Служением Это не просто Сделать Принять Что мне По милости Муж достался Нам же Не нравится Если нам Кровь переливает Мы потом Говорим Что то у вас Кровь была Некачественная Кровь Некачественную Отдали Мне Такая природа У нас По природе Вот так У нас Все происходит Так Основная проблема Заключается В том Что Родственные связи Это не наша Заслуга Мы не понимаем Этого В результате Мы эксплуатируем Эти родственные связи Пытаемся Наслаждаться Тем Что родственники Есть рядом Не служим им А наслаждаемся Но есть еще Одна проблема Она заключается В том Что Если уж Говорить О любви То не надо Ее путать С родственными Связями Родственные связи Это то Что нам дано По судьбе Нас чем-то Наслаждаться Вот допустим Я вот такую сладость Люблю А такую не люблю Это значит Мне по судьбе Положено Вот такой сладостью Наслаждаться А такой не положено Но это не значит Что есть какие-то В этом заслуги Просто мне Бог дал возможность Вот этим наслаждаться У меня есть муж Пожалуйста Наслаждайся Есть дети Пожалуйста Наслаждайся Но В меру Пойми Что чем больше Ты этим наслаждаешься Тем больше Ты от этого Будешь страдать Как сделать так Чтоб от мужа Вообще не страдать Надо просто Всегда ему служить И никогда им Не наслаждаться Хоть тебе и позволено А счастье От служения Оно безграничное Это совсем другое Вот счастье Которое Ты получаешь От служения Как оно приходит В виде благодарности Он скажет Слушай Ты у меня такая хорошая Ты от меня ничего не требуешь Только заботишься Обо мне Я так тебе благодарен Это счастье Но оно приходит уже Не по карме А просто Как награда Есть карма То что нам по судьбе Дано наслаждаться Это карма Вот нам столько Выделено наслаждение По судьбе Это карма А есть еще бонусы Награда Награда всегда приходит Только за служение Бонусы не приходят Просто так Если Это не Вы все перепутали Есть энергия наслаждения Это родственная энергия От нее невозможно отказываться И не надо отказываться Допустим Вам Бог дает жену Вы говорите Я отказываюсь Он скажет Ну хорошо Я другому дам Нет проблем Оставайся без жены То что дает Бог Вам по судьбе Надо брать Но когда он Он вас наградил Вы это отдавайте Это не значит Что вы отказываетесь Вы отдаете От счастья Никто не может отказаться Я улыбаюсь Я улыбаюсь вам Можете отказаться Это будет безумие Я вам улыбаюсь Вы раз Отвернулись Надо брать И отдавать Это так люди Должны жить Не надо себе Не надо себе Брать И держать Типа Олег Геннадьевич Улыбается Только мне Смотри Кто меня Надо брать И отдавать Просто Если человек Требует Любви Это уже Эксплуатация Надо хотеть Служить Требовать Любви Означает эксплуатацию Женщина Не должна Требовать Внимания К себе Она должна Быть внимательной К родственникам И сделать так Чтобы эта Внимательность Переполнилась И вышла В виде благодарности В виде Внимательности К ней Вот все Чем человек Нуждается В отношениях Это его Обязанность Вот женщина Нуждается В теплоте Теплое Чувство Это обязанность Женщины Создавать Теплые Чувства В семье Она В этом Нуждается Но это Ее Обязанность Мужчин Нет теплого Чувства Это он Может его Отразить От женщины Только Женщина Нуждается В нежности Это ее Энергия Это не то Что мужчина Нежный Какой-то По природе Он не нежный Он отражает Нежность От женщины Женщина Нуждается Важно Чтобы Женщина Уважала Его мнение Но уважать Мнение Это мужская Энергия Если мужчина Уважает Женщину Мнение Жены Она Тоже Начинает Уважать Его мнение Видите То что мы Сильно Потребность У нас Имеется В чем-то Сильно Это наша Проблема Это не Проблема Близкого Человека Это наша Собственная Проблема И когда Мы эту Потребность Начинаем Вымучивать Из близкого Человека Это называется Эксплуатация И она Просто Иссушает Сердце Вот представьте Женщина Говорит Нежнее Еще Нежнее Со мной Разговаривает Ласковее Ласковее Что у мужчины Возникает Сердце Просто Пустота И он Такой Да 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 Он Вроде Бо И хочет Но Не Может Уже Все У меня В Омске Была Такая Ситуация Как раз Вот эту Проблему Объясняла Одна Женщина Встала Неожиданно И со Святами Пошла На сцену Мне дарить Святы Ну Просто Во время Лекции Я говорю Стойте Сейчас будет Эксперимент Она Такая Встала С цветами Я Побежал К ней И Начал У нее Цветы Выхватывать Она Говорит Нет Я так Не хотела Цветы Не Дает Потом Вообще Побежала К себе На место Села С цветами Сидит Я За ней Лезу Цветы И пытаюсь Взять У нее Цветы Она Говорит Я так Не хотела Я Говорит Сама Хотела Подарить Видите Те же Самые Цветы Вроде Она Хотела Мне Их Дать Но Я Пытаюсь Сам Взять Ей Не Нравится Понимаете О чем Я говорю Или Нет Любовь Невозможно Вымучить К себе Лекции Слушал Олег Геннадьевич Там Что написано Надо Уважать Мужское Мнение Уважай Мужское Мнение Еще Больше Не хочет Уважать Понимаете Нельзя Невозможно Как бы Мы Не можем Заставить Близкого Человека Себя Любить Это Невозможно Это Делает Еще Хуже Только Только Хуже Ситуация Нужно Ждать Обязательно Придет Благодарность Невозможно Ничего С ней Сделать Вот Допустим Если я Думая О Боге Приготовила Пищу Мужу Что Дальше Произойдет Я Его Кормлю И опять Думаю О Боге Когда я Думаю О Боге От меня Бескорыстие Идет Это Тайное Знание Слушайте Внимательно Я Так как Думаю О Боге Он Всегда Благодарен Он Не Может Взаимности Не Питать Поэтому У меня Сердце Спокойное Сердце Спокойное Значит Хватает На всех Энергии В сердце Я Накормила Мужа У меня Сердце Спокойное Чувствую Все Хорошо Я Не Жду От него Ничего У него Что В сердце В этот Момент Возникла Благодарность Потому Что Он Чувствует Жена Накормила Просто Возникла С ней Ничего Не Сделаешь Она Там Засела И Сидит И Благодарность Открывает Уши Потом Уши Когда Жена Начинает Мужу Говорить О том Ну Что Лучше Вот так Не делать Лучше Оба Ботинка Ставить Вместе Не Надо Один На кухне Другой Как В спальне Ну Она Ему Что Говорит Допустим Да Вот Он Будет Слушать Почему Потому Что У него В сердце Есть Благодарность За то Что Она Его Так Удивительно Накормила Ничего Не Требуя Взамен Видите Проблема Заключается В том Что Мы Человека С Богом Путаем Мы Же От него Хотели Взамен Потому Что С любовью Для него Накормили Его А он Не Может Отдать Столько Потому Что Он Хочет Наслаждаться Этой Пищей Он Не Может Во Когда Допустим Жена Что То Делает Для Мужа Он Наслаждается Точно Так Женщина Делает Если Мужчина Допустим Заботится О Женщине Она Не Обращает На Него Внимания Она Им Наслаждается Его Заботой Так же Точно Так же Да Когда Человек Чем Наслаждается У Него Есть Потребность Быть Благодарным Вот Представьте Мужчина Покушал Да Ему Жена Приготовила Он Обязательно Скажет Спасибо Потому Что Ей Нужно Мое Спасибо Он Из Страха Скажет Спасибо Нужно Спасибо Жене Это Называется Культура Быть Культурным Из Культурности Это Сказал Но Если Она Приготовила С Богом В сердце Он Скажет Спасибо Из Любви Потому Что Только Божественная Энергия Может Вызвать Благодарность Бескорыстное Чувство Приведу Пример Жена Приготовила И сидит Ну Как бы Она Ждет От нас Взаимности От Человека Женщина Ждет От мужа Взаимности Она Села Он Ест Она Смотрит На него Ждет Взаимности Что происходит С ложкой В это Время Она Когда Когда Она Закончит И Она Продолжает А я Так Классно Я Старалась Видишь Как Я Старалась Для Тебя Вкусно Правда Ну Попробуй Еще раз Раз Попробовал Вкусно Да Блин Что там Есть Бескорыстие Бескорыстие Определенное Количество Взаимности В виде Влюбленности Вот Влюбленные Люди Они Всегда Взаимные Меня Целуют Нехорошо Я Отдаю Назад Понимаете То есть Мы Наслаждаемся Друг Друг Взаимно И Людям Кажется Что Это То Что Они Вот Имеют Такое Наслаждение Взаимное Наслаждение Друг Друг Что Это И Есть Настоящая Любовь И Настоящая Жизнь Так Вот Знаете Что Это Иллюзия Это Просто Бред Так Думать Это Просто Бонус Вот Знаете Есть В компьютере Программа Демоверсия Попробовал Потом Try And Buy Демоверсия Две недели Понаслаждался Оп Не работает А верил Что Будет Работать Думаешь Покупать Не покупать Покупать Не покупать Точно Так же В семейной Жизни Встретил Понаслаждался Девушкой Все Думаешь Всегда Будет Всегда Хотя Знаешь Что Демоверсия Потому Что Все Страдают Семейной Жизни А ты Наслаждаешься Думаешь Мне Повезло Блин Классно Все Наслаждаешься Наслаждаешься Потом Бац Оказывается У ней Характер Есть Мужчины Вообще Как бы Не подозревают Что У женщин Характер Есть Вообще У них Даже Идей Нет Думают Из них Только Исходит Балдеж И все Характера Нет Потом На нас Выдает Характер Неожиданно Ну Так Что Так Я Характер Вроде Не покупал Я Покупал Балдеж У нее Характер Оказывается Есть Она Конечно Скрывает Его В какое-то Времени Потому Что От нее Идет Балдеж Она Его Притягивает Приманивает Скрывает Характер Потом Бац Характер Оказывается А он Не Рассчитывал Не Планировал Но Характер Это Еще Не Самая Главная Проблема Что Есть Женщина Это Ерунда Вообще Когда Мужчина Берет Такая Стройненькая Худенькая Красивенькая Такая Думает Блин Сколько Наслаждения Красоты Классно Будем Жить Вдвоем Он Еще Не Знает Что Она Очень Сильно Привязана К Своим Родителям Ему Придется Не Только Вдвоем Жить А Еще И С Тещей И Решать Все Проблемы И Это Еще Не Вся Беда Вся Беда Заключается В том Что Из Него Скоро Полезут Другие Характеры И Сколько Из Него Вылезет Он Не Знает Они Тоже Влазят Сначала Такие Балдежные Попу Поцеловал А Потом Годам К Девяти Из Него Тоже Характер Вылазит Из Ребенка Блин Ну Че Он Нормальный Был Чего Такое Полезло Из Него Try And Buy Сначала Энергия Наслаждения Идет Потом Страдание И Так Везде Жизнь Не Обманешь Поэтому Вот Эта Копилочка С Влюбленностью В детей В жену В мужа Это просто Нам Для того Чтоб мы не печалились В этом мире Это не значит Что так должно Будет вечно Как люди думают У меня вечно Так будет Нет Это просто Временно Чтоб не печалились А настоящее счастье Идет от труда Вот этот труд Труд В котором Человек Учится любить Скрипя зубами Очень трудно Любить Наслаждаться Любовью Легко Любить Очень трудно И первая капелька Любви Означает Принятие Вот у меня есть человек У него такой характер Я принимаю Принять можно Только с помощью Энергии Бога Должно быть Достаточно Молитвы внутри Чтоб принять Характер Вот у него Такой характер Как бы Я принимаю Мне нормально Я принял Что это моя судьба Вот есть у человека У этого близкого Все вот это В характере Я принимаю Принимаю Не означает Терплю Принимаю Означает Нормально Спокойно Не то что я терплю Принимаю У меня капелька любви Нет Капелька любви Означает Принимаю Спокойно Когда человек Когда человек С молитвой Принимает То тогда У него нет Напряжения В терпении Близкого человека Он принял Все принял Когда любви Становится больше Наступает уважение Уважение Это видеть Сердце Человек Видеть его душу Человек может Уважать Только за что-то А за что уважать За то Что у него Есть внутри Для начала Нужно вспоминать Как мы встретились Потому что Когда люди встречаются Бог открывает Душу друг друга Люди видят Самое светлое Друг друг Потом Можно увидеть Хорошие вещи Глубокие вещи В человеке Служа ему Только делая Что-то Служа близкому человеку Заботясь о нем Можно Увидеть Искорки его души Искорки души Это хорошие Черты характера Человека Они видны Только в служении Но когда мы Эксплуатируем Человека Мы получаем Плохие черты Характера В ответ Когда мы Наслаждаемся Человеком То у нас О нем Впечатление Портится Когда мы Служим Человеку Тогда Впечатление Улучшается Часто Часто Люди Путают Служение С эксплуатацией Вот допустим Часто родители Думают Что я Если кормлю Ребенка Я о нем Забочусь Значит Я его Служу Ему Служу Ничего подобного Вы ошибаетесь Служить Ребенка Ребенку Означает Понять его Часто Родители 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 же Наслаждаются Детьми Вы понимаете Об этом Что ребенок Просто своим Присутствием Дает энергию Наслаждения Поэтому хочется О нем Заботиться Его кормить А когда он Голодный Это вызывает Страдания У родителей Поэтому они Не забыли Ну как бы Захотят Его накормить Их цель Вот цель Мамы Сделать так Что ребенок Был очень сытым И очень Спокойным А очень Сытый И спокойный Означает Спит Потому И цель Сделать так Чтобы он Спал Наелся Спит Молодец Все Хорошо Она Наслаждается Отношениями Но Главное Для ребенка Не быть Сытым И спать Главное Для него Развиваться Когда он Развивается Это вызывает У нее Страдания Она Боится А вдруг Что не так Он Пошел В поход Со всеми Это опасно Он Не ест Не спит В это время Развивается Это опасно Нам не надо Никаких Походов Видите Это эксплуатация Ребенок Он же должен Развиваться Но Развивается Когда он Это опасно А хочется Наслаждаться Им Когда человек Развивается Им Не понаслаждаешься Видите Есть эгоизм Во всем В отношениях С детьми Во всем Но служение Это не эгоизм Служение Означает Отправить Ребенка Туда Где он Где Не моя зона Комфорта А его развитие Это служение Служение Всегда Шаг Пропасть Очень трудно Служить Близкому Человеку Вот Жена Развивается Допустим Где-то В кружках Занимаясь Танцами Там И так далее Мужу Опасно Ну Зачем она Туда пойдет А вдруг Она с кем Снюхается Ну Опасно Он все Изучает Ходит Смотрит Там Можно ее Туда В этот Кружок Отдать Жену Или нет Тоже Видите Эксплуатация Здесь Тоже Находится Мы Боимся Потерять Свою Зону Комфорта Зона Наслаждении Нет Смысла Спрашивать Можно Или Нельзя Вам Придется За него Бояться Потому Что Родственные Чувства Они С одной Стороны Дают Человеку Спокойствие Когда Все Рядом Наслаждение Энергия Наслаждения Дает Спокойствие Другой Стороны Когда Кто-то Отрывается Возникает Беспокойство И Вы Ничего С этим Не Сделайте Вам Просто Надо Понимать В чем Разница Между Эксплуатацией И служением Любовью И нелюбовью В этом Заключается Счастье В семейной Жизни Если Вы Не поймете Что Служение Близкому Человеку Не означает Балдеж От него А означает Что ты Вкладываешь Него Божественные Силы Которые Берешь Бога Вот Более Вот Тогда Он Будет По-настоящему Уважаем Человек А так Его Уважают Просто Из страха Потому Что Он Занял Позицию Которой Он Заставляет Всех Себе Служить С помощью Силы Понятно Да Так Часто Люди В семейной Жизни Занимают Такую Позицию И Пытаются Заставлять Себе Служить Но Это Не вызывает Уважения Это Вызывает Неприязнь Близкому Человек Неприязнь Но Родственные Связи Заставляют Держаться Рядом Родственные Связи Унижают Наши Отношения Нас Унижают Бог Дает нам Наслаждение От человека Человек Эксплуатирует Это чувство Допустим Девушка Очень красивая Она Вышла Замуж И она Очень Мужу Нравится Мне есть Два варианта Или служить Ему Заботиться О нем Не обращать Внимание Что он Ее сильно Любит Или Стать Вот этим Пауком Который Сосет Энергию Служения Близкого Человека Ты Не понимаешь Кого ты взял Замуж Иди Посмотри Кто красивее Найди Все получше Нет Тогда Выполняй Условия Нашей игры Я побединтус Ты проигрантус Да Это не Любовь Так Когда родные Становятся Родными Родственные Отношения Это Подарок Если Бог Нас Соединил Это еще Не значит Что мы Родные Люди Люди Могут Быть Чужими Всю Жизнь И Когда Близкий Человек Уходит Другой Мы Чешем Репу И Думаем Блин Как же Так Мы же Вместе 20 лет Прожили Мы же Были Родными Как же Он Ушел Ответ На этот Вопрос Простой Если Он Ушел Значит Родными Вы Никогда Не Были Родными Люди становятся Когда Уйти Невозможно Почему А потому Что Нет Необходимости Знаете Почему Ковбой Неуловимый Да Потому что Он Никому Не нужен Поэтому Неуловимый Так Бо Он Был Уловим По Любому Обязательно Бо Поймали Если Человек Уже По Настоящему В служении Понял Близкого Человека Как Душу Раскрыл Эти отношения Ценность Отношений Понял Не Может Он Даже По Мысли Допустить Что Можно Кому То Уйти И Вот Это Наслаждение Сексом Оно Не Может Разорвать Эти Чистые Возвышенные Отношения Они Неразрываемы Нельзя Одно Другое Променять Нельзя Ящик Золота Променять На Рубль Невозможно Ни один Человек Не пойдет На этот Шаг Вот Те Рубль Вот Те Ящик Золота Все По Рукам Не Пойдет На этот Шаг Когда Человек Почувствовал Настоящее Что-то В отношениях Это Столько Счастья Дает И Глубины Как Можно Это На Постель Просто Променять С Кем То Как Это Возможно Это Невозможно Поэтому Не Может Быть Разрывов В отношениях Тех Которые Построены В результате Настоящей Любви А Родственные Чувства Которые Бог Дает Это Просто Try And Buy Это То Что Дает Возможность Эти Отношения Потом Построиться Временем Сначала Люди Просто Живут Рядом Друг С Другом Потому Что Их Держит Бог Друг С Другом И Наслаждение Дает Еще Он Их Держит Друг С Другом И Еще Дает Наслаждение Но Это Не Наша Любовь И Наша Заслуга Это Нам Бог Дал Временно Для Того Чтобы Мы Потом Сами Построили Отношение Любви Настоящей Отношение Любви Означает Мне Ничего Не Надо От Близкого Человека Я Хочу Ему Служить И Он Очень Благодарен За Это Всю Жизнь Потому Что Я Так Настроен Его Благодарность Заставляет Его Так Жить Мне Ничего Не Надо От Этого Человека Я Хочу Ему Служить Все Если Есть Это Чувство Обоих Это Дает Мне Бесконечное Счастье В Этой Жизни И Если Люди Достигли Таких Отношений То В Следующей Жизни На Высших Планетах Они Опять Будут Вместе Вот Это И Называется Вечная Любовь Вечные Отношения А Потом Даже Духовный Мир Они Вдвоем Пойдут Вот Это Чувство Бесконечной Преданности Которая Возникает От Влюбленности Оно Ложное Оно Воспето Во многих Песнях Но Оно На самом Деле Не Имеет Цены Для Тебя Для Тебя Для Тебя Я Сумею Весь Мир Обойти С Неба Звезды Достать И Единственным Стать Для Тебя Для Тебя Для Тебя Это Все Пока Ты Наслаждаешься Ей А что Потом Мы Тоже Уже Пели Настоящее Приходит Со Временем В В результате Труда Сначала Вы Влюбились Это Ненастоящее По Любому Ненастоящее По Любому Ненастоящее Оно Имеет Только Временную Цену Вы Не Верите Сейчас Мне Но Вам Придется Поверить Со Время В процессе Вашей Жизни То Что Бог Вам Дал Вы Сейчас Считайте Своим И Считайте Что Это Ваша Любовь Это Просто Наслаждение Близким Человек Один Молодой Человек Молодые Люди Не Могут В это Поверить Молодой Человек Подошел Ко Мне Говорит Олег Геннадьевич А Я По Настоящему Полюбил Эту Девушку Понимаете По Настоящему Хоть Вы Говорите Что Это А Я По Настоящему Ее Полюбил Я Говорю Хорошо А Что Ты Бабушку Не Полюбил Не Полюбил По Настоящему Ну Полюби Бабушку По Настоящему Возьми Ее В Жены Ну Нет Я Говорю А Что Тебе Мешает Значит Хочешь Балдеть От Ее Красоты Но Это Значит Не Настоящее Чувство Настоящее Чувство Означает Что Ты Хочешь Только Служить Со Временем Приходит Оно В результате Труда Души И Также Знаете Что Влюбленность Которую Вы так Сильно Верите Обязательно Пройдет Ваша Жизнь Обязательно Это Невозможно Сохранить На всю Жизнь Потому Что Это Не Наше Не То Что Мы Имеем Это Нам Дается Как Просто Дается Потому Что Так Устроен Этот Мир Нам Дается Просто Это Данное Нам А Не Наша Заслуга Пытайтесь Это Понять Пытайтесь Это Важно И Тогда Когда Человек Чувствует Что Это Ему Дается Он Это Бережет Вот Например Если Мне Что То Дали Я Не Буду Это Тратить Я Это Берегу Потому Знаю Что Сам Я Не Заработаю Так И Влюбленность Люди Берегут Как Они Берегут Они Не Балдеют От Нее Берегут Вот Допустим Как Можно Жену Беречь Можно Ее Там Тискать Целый День Это Означает Эксплуатация А Можно Ее Беречь Означает Больше Заботиться Поменьше Трогать Беречь Означает Есть Два Способа Женщину Трогать Один Способ Заботиться А Другой Способ Эксплуатировать Чувствуете Разницу Эксплуатация Уменьшает Энергию Любви Забота Увеличим Забота Это Божественная Энергия Надо Молиться Богу Весь День Ну С утра Чтобы Почувствовать Как Заботиться О Женщине Заботиться Означает Божественная Перед тобой Это Божественная Энергия Красоты У Жены Энергия Красоты Божественную Природу Имеет Или нет Она Жене Принадлежит Нет Нет Если бы Она Принадлежала Женщина Была Красивой Если нам Что-то Принадлежит То мы Всегда Это Можем Уметь Но Энергия Красоты У Женщины Тает Она Не Может Ее Сохранить Хоть И Хочет И Так Покрасит Так Все равно Уходит Ничего Не Сделаешь Она Тает Все равно Также у мужчины Сила его Мужская Влиятельность Сила Тоже ему Не принадлежит Это дано Богом Тает У мужчины Тоже его энергия Сила Тает У женщины Красота Тает Но Есть Внутренняя Красота У женщины Женщина Рождается Женщиной У нее Женственность Духовная Духовную Которую Природой Она Никогда Не Тает Если Человек Это Увидел В своей Жене Он Всегда Будет Счастлив С ней Это Уже Другое Это Награда Это Уже Духовная Это Настоящее Также Мужчина Тоже Как Духовная Сила В нем Не Тает Никогда Люди С духовной Точки Зрения Оценили Друг Друга Они Не Разрушат Свою Семью Часто Разрушают Семьи Почему Седина В голову Без Рыбро Понимаете То есть Женщина Теряет Красоту А Кругом Молодые Много Молодых Девушек У них Больше Красоты Человек Бросает Жену И Хочет Молодую Себе Понимаете Это Означает Что Он ее Не Было Печали Просто Уходило Лето Мы С тобой Не Знали Сами Что Же Было Между Нами Просто Я Сказала Я Тебя Люблю Лето Уходит Мои Хорошие Уходит У всех Людей С Люди Встретились Балдеть Друг С Друг Наслаждаться Друг Друг Звездный Час Свой Испытывать Закончится Все Закончится Звездный Час И Ничего Хорошего Не Останется Вернулась Танго 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 А ты Ушла Ты Забыла Все Что Было Все Что Было Не Вернешь Почему Она Забыла Потому Что Она Смотрит Что То Есть Новенькое Со Мною Вот Что Происходит Ко Мне Мой Старый Друг Не Ходит А Ходит В праздной Суете Непостоянные Ните Это значит Что ничего не было Ничего не было И вообще Что значит Мой старый Друг Не ходит Вот если Две собачки Снюхались То Получается Что они Друг Подружка А люди Когда Снюхиваются Получается Муж И Жена Мой Старый Друг Не Ходит Мы Ж Не Собачки Собачка Пришла Понюхала Ушла Люди Должны Жить Вместе А не Ходить Друг Друг Для Этого Ответственность Нужна Ответственность Возникает Из капельки Любви Если Мы Не Наслаждаться Просто Друг Другом Встретились А Служить Друг Другу Тогда Будет Любовь По идее Любой Мужчина Живя С Любой Женщиной Может Почувствовать Женскую Природу Эту Божественную В ней И Быть Счастливым Если Он Почувствовал В служении К ней С этой Точки Зрения Нет Разницы Кто Будет С кем Жить Главное Служить Друг Другу И Тогда Почувствуешь Божественную Любовь Которая В каждой Женщине Есть И Будешь Счастлив Рядом С ней Всегда Так Бывает Всегда Но Люди Не Могут Жить С Кем Попало Если Бы У Нас Была Такая Сила Служить Друг Друг Другу Мы Просто Девушку Увидел Зял Замуж И Счастлив Все Без Проблем Проблема В том Что У нас Нет Такой Силы Поэтому Мы Ищем Награду Ищем Влюбленность Влюбленность Это то Что Бог Уже Это Его Воля Он Говорит Ты Как бы Со всеми Подряд Жить Не Сможешь Потому Что У тебя Нет Такой Силы Тебе Нужна Энергия Наслаждения От Человека Тебе Нужно Чувство Счастья С ним Которое Я Тебе Дам Пожалуйста Вот Этот Человек Я Тебе Даю Вот Этого Человека Почему Мы Не Спрашиваем Почему Но Если Спросили Он Сказал Потому Что У Этого Человека Такие Недостатки Как У Тебя Потому Что Только С Ним У Тебя Есть Шанс Отработать Свою Карму И Справиться Он Тебе Поможет И Справиться Поэтому Между Вами Возникла Гармония Влюбленность Бог Говорит Вот Этот Пожалуйста И Все Это Ой Как Я Тебя Люблю Все Это Божественная Энергия Да Все Нормально Он Тоже Говорит Я Тебя Люблю Да Все Соединились А дальше Будет Весело Обязательно Потому Что У Бога Есть Свои Планы Самолет Начал Падать Люди Как Все Вместе Начали Молиться Господи Пожалуйста Сделай Так Чтоб Мы Не Разбились И Бог Такой Уже На небе Уже Чешет Такой Голов Говорит Так Я Вас Три Года Вместе Собирал Ему Не так Просто Сделать У нее У нее Свои Планы Есть У нее Какие Планы Чтобы Мы Не Наслаждались В этом Мире А Также Отвечали За Свои Поступки В этом Его План Заключается Поэтому Влюбленность Сильная Горячая Влюбленность Означает Много Кармы Совместной Поэтому Человек Должен Подумать Нужна ему Горячая Влюбленность Или лучше Поспокойнее Чтобы Была Разумные Люди Выбирают Поспокойнее Судьбу То есть Если Влюбленность Не такая Сильная Но очень Сильные Общие Цели Вверх Соединяемся Это Брак Благости Брак В невежестве Означает Любовь Любовь Моя Любовь Моя Горячая Любовь Хорошо Нет проблем Горячая Означает Бразильский Телесериал Будет Весело Средняя Любовь По-среднему Значит Но вот Горячая Любовь Обычно Люди Не остаются Вместе Не выдерживают Чаще всего Не выдерживают Если люди Духовно сильные Нет проблем Горячая Любовь И хороший Результат Духовно сильные Люди Горячая Любовь И хороший Результат Если люди Духовно слабые Горячая Любовь Вот Кто из вас Имел такой опыт Что человек Вас так сильно Любит Что вы не Вдерживаете Его любви Просто уходите Замучил Страшно же Он просто Вымучивает тебя Просто Туда не ходи Туда не смотри Я тебя люблю Ты со мной Не со мной Каждые 5 секунд Надо подтверждение Ты меня любишь Так же или нет Да 5 секунд Прошло Ты меня любишь Или нет Вот представьте Я вас очень сильно Люблю сейчас Я очень сильно Дорожу Вашим мнением Вам лекция Моя нравится? Ага Вам лекция Моя нравится? Уже на второй раз Ну нравится 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 Лекция Ведь надо Бескорыстно Служить Просто Вот эта вот Взаимность Вот это такая Вот А я вас так люблю Я так вас ждал Это так Это правда Но Надо же служить Тебе Залез сюда На сцену Служи Ждал Не ждал Просто отдавай Бескорыстно И все Приходит благодарность Взаимность Приходит Это награда 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 Если в семейной жизни Вы взаимность Увидели Значит Бог доволен Вами Вы свои экзамены Сдали Поэтому Не надо Сразу От человека Взаимности Приготовили ему Покушать С молитвой Все Поел Пошел Где взаимность Я с молитвой Приготовил Не надо ждать Где благодарность Не надо ждать Благодарность Сначала Скрыта От глаз Потом Наружу Вырывается Неизбежно Поэтому Счастлив В этом мире Только тот Кто живет Для Бога Для Бога Верить Не в близкого Человека А в Бога Почему так сильно Мы страдаем Когда уходит Близкий человек Мучаемся Тельняшки Рвем Ночами Не спим В чем причина Причина В том Что мы верили Не в Бога Привязанность И вера Это разные вещи Вот я привязан К близкому человеку Меня к нему тянет Называется Разлука Разлучница Разлука Да Мы не хотим Разлуки Но если человек Верит В Бога А не в отношения Он не страдает Он чувствует Что есть Разлука Но он живет Он У него полноценная Жизнь Все нормально Но если человек Верит В родственные связи А не в Бога Он верит В подарки То что ему Бог дал Как подарок Он в это верит И считает Что это главнее Чем Бог Вот тогда Когда он теряет Свой подарок Он впадает В депрессию И жить ему Больше не хочется Уже все Разрушает Свою жизнь Да У нас есть Родственные связи Мы ими дорожим Мы стараемся Их не эксплуатировать Мы знаем Так же Что это Энергия Влюбленности В этих Родственных связях Имеет Временную природу Она может И не таять Всю жизнь Если мы ее Сохраняем Надо беречь Да Отношения Беречь Когда же Родными Становятся Родными Родные Становятся Родными Когда Мы способны Служить им Не желая Ничего Взамен И Благодарность Их достигает Такой степени Что они готовы Слушать Наши Откровения Этот человек Очень благодарен Он готов Слушать Его Понимание Что такое Вера в Бога Его Слушать О его Недостатках О своих Недостатках От него Готов Слушать Смиренно Это называется Уже Любовь Это уже Уважение Вторая стадия Любви И третья Искренность В отношении Искренность Слово Искренность Искра 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 означает Душа Душевность В отношении Серебряные Свадьбы Негаснущий Костер Серебряные Свадьбы Душевный Разговор Душевный Разговор Не о пеленках Не о доме Не о Зарплате Не о том Что вы вместе 40 лет Прожили Это не Душевный Разговор Душевный Разговор Разговор О Боге О вере И о том Как исправить Свои недостатки О том Как победить Свои грехи Душевный Разговор Можно такие Вещи Сокровенные Открыть Только тому Человеку Которого Ты как душу Чувствуешь И он Тебя как душу Чувствует Люди Боятся Открывать Сердце Друг Другу Потому что Эксплуатация Означает Что в любой Момент Предательство Может прийти Я наслаждаюсь Человеком Он мне сказал Ты знаешь Когда-то давно В начале отношений У меня была Измена Я изменил Тебя в начале Отношений Но я Раскаялся Если у Человек У людей Искренние Отношения Второй Скажет Я не считаю Что это Все серьезно Я не верю В измену Ты такой человек Что ты никогда Мне не изменишь Я не верю В твою измену Но если нет Чистых отношений Он потом Припомнит Скажет Ты же Мне изменила Я победитус Теперь Ты проигрантус Все Ты мне изменила Хорошая Ты плохая Все Мы так живем Теперь Это называется Эксплуатация Понимаете Понимаете О чем я говорю Что сердце Открыть Можно Тогда Когда Можно Не надо Думать Что вы Сейчас Все Скажете Что Вас Не так В жизни Было И близкий Человек Вас Простит Не надо Так Думать Люди Страсти Не прощают Они все Используют Потому что Они хотят Наслаждаться Друг 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 Эксплуатировать Друг 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 У них Нет Желания Любить А если Вы Верите В такого Человека Говорите Ну он же Мой Муж Не надо Верить В родственные Чувства Надо Верить Бога Родственные Чувства Даются Для того Чтоб Мы научились Верить Бога Для того Чтоб Мы научились Жить Вместе Родственные Чувства Даются Для того Чтоб Мы Мы не разбежались только для этого, и всё. Не надо в их верить. Этот человек — моя вторая половинка. Хорошая философия. Да кто твоя вторая половинка? Тот, который у тебя раньше был или который сейчас? Конечно, который сейчас. Ну хорошо, записали. Через 15 лет. Теперь кто твоя вторая половинка? Тот, который теперь сейчас или тот, который раньше был? Это была ошибка, тогда не была половинка. А теперь эта половинка. Это чувство моей второй половинки означает просто вера в родственные связи. Нет никакой второй половинки. Просто Бог дал человека, живи с ним. Не можешь ответить за это. Ответил на другого. Я вчера очень плохо, наверное, с девушкой женщиной поступил как-то так. Плохо с ней разговаривал. Там он стоял. Где эта девушка, где эта женщина? С вами там? Я вас мучил там, да? Мне жена сказала, что я вас мучил. Я ей верю. Садитесь. Спасибо вам. Но я извиняюсь все равно перед вами. По каким причинам возникает... Про болезни не надо спрашивать меня здесь. Не надо. У нас не по болезням сейчас лекция. По отношениям. У меня был муж. Прожили вместе в общей сложности три года. Это был мой первый мужчина всех отношений. Я в этих отношениях часто была очень эмоционально. С негативной точки зрения. Но мужа любила сильно. Старалась выполнять все обязанности по дому. Быть верной, предной ему. Вы говорите о родственных связях сейчас. Не является это вашей заслугой. Это то, что Бог вам дал. Все конфликты решать путем переговоров. Когда это не получалось, были скандалы. Думала, что в итоге со временем стерпится, слюбится. Ничего подобного. Так не бывает. Через три года он сказал, что устал от моих истерик. Собрал вещи и ушел. Почти сразу нашел себе другую женщину со схожими интересами. Решил подавать на развод. Я умоляла его одуматься и вернуться в семью. Стало много молиться, слушать лекции. Видите, как классно. Благодаря вот этому вы стали молиться, слушать лекции. Он вам помог в жизни. Учиться и быть женщиной. Видите, как он вам помог, этот человек. Он полгода жил на два дома. Потом, видите, Бог держал его. Еще держал возле. Не давал оставить отношения. А у него была совесть у этого человека. Но он не мог разорвать полностью. И потом в итоге остался с ней и подал на развод. Ушел уже год с момента развода. Бывший муж с этой женщиной по-прежнему вместе и счастливый. А я одна. Не могу ни с кем отношений построить. Вот важный вопрос. Спасибо вам за это письмо. Прям супер просто. В тему прям десятку. Не могу простить себя. Что значит простить себя? Простить себя. Вот это вот важная тема. Что значит простить тебя, себя? Кто себя простил хоть раз в жизни? Поднимите руку. Есть кто себя простил вообще? Вы себя простили? Да? Ну-ка вставайте, сейчас поговорим. Где микрофон? Давайте, расскажите, как вы себя простили. Мне вот надо понять это, как себя простить. Ну, как вы себя простили? Ну, давайте. Были очень сложные отношения с мужем. Потом вот Бог дал мне возможность, как бы, чему я очень благодарна. И говорила, если я торсу, ну, вижу, я встану перед ним на колени. Так, стоп, стоп, вы говорите, я при чем? Ну, я не исполнила свое желание. Вы же сами себя простили. Нет, при... Как нет? Я простила себя, ну, при помощи вот этих знаний, которые даете вы. Так значит, получается, не вы сами себя простили? Ну, при помощи знаний и при помощи Бога я смогла себя простили. Сначала поняла свои ошибки, и потом я просила. Вы себя простили, да? Да, да, я за эти ошибки. И что произошло, когда вы себя простили? У меня... У вас что в сердце произошло? Потеплело. Легче стало? Легче стало. Это вы сами сделали, да? Ну, при помощи Бога и вот этих знаний, которые... Ну, наверное, Бог мне дал возможность простить себя. Вот так. Нет, не так. Ну, не знаю, как это произошло, но как... Садитесь, садитесь. Спасибо вам, что вы искренне признались. Как вы думаете? Да, люди так поднимаются и говорят, они раскрывают важные темы. Вот все почти так думают, но она искренне сказала, я сама себя простила. Запомните, человек сам себя не может ни простить, ни наказать. Это все делает совесть. Совесть прощает нас. Совесть – это представительство Бога в сердце. Совесть нас прощает, и совесть наказывает. Наказание означает неудовлетворенность в сердце. Когда у меня неудовлетворенность в сердце, это Бог мной недоволен. А когда у меня в сердце успокоилось, значит, Он меня простил. Мы не можем сами себя простить. Мы можем заслужить прощение, заслужить с помощью знания, лекций, заслужить прощение. Услышали меня или нет? Вы сами себя простили, нет? Нет? А? Что? Совесть вас простила, правильно. А я одна и не могу построить ни с кем отношения. Не могу простить себя. Поняли, да? Не могу простить себя. И его. Бог в сердце наказывает другого человека. Бог в сердце прощает другого человека. Бог в сердце наказывает нас и прощает нас. Вы находитесь в этом непрощенном состоянии. Хотя продолжаю молиться и слушать лекции. Это уже торговля. Деньги заплачены, где услуги? Я слушаю лекции, молюсь. Где прощение? С Богом торговаться. Мы иногда торгуемся с Богом. Значит, цена маленькая еще. Недостаточно молитесь, потому что у Бога нет проблем. Вот вы как бы свое дело сделали, Он сразу раз дает. Он всегда благодарен, Он бескорыстный. Судьба – это то, что Бог дает нам. Не надо ругаться с судьбой, требовать судьбу. Почему не замужем? Олег Геннадьевич, почему не замужем? Все делаю, лекции слушаю. Почему? Где я? Где муж? В чем дело? Это вы торгуетесь с Богом. Значит, недостаточно еще. Как только приходит время, сразу же приходит муж. Как только человек достаточные усилия совершает, Бог не ждет ни секунды. Ни секунды. Сразу муж, тут же. Потому что если он раньше времени даст, будет еще хуже, чем было. Если вы не сделали как надо в своем сердце, будет еще хуже, чем было. Поэтому не дает, чтобы не было хуже. Вот если ребенок какает, мать будет заменять штаны во время, когда он какает или нет? Будет заменять штаны или нет? Она заменит, когда он уже покакает. Он покакал, она заменила все, в чистых ходим. А если он еще какает, она заменила, что дальше будет? Опять грязные. Но если мать такая практичная, думаете, Бог непрактичный? Если человек на одну и ту же граблю наступает, склонен второй раз наступить, зачем ему эту граблю ставить? Не могу простить себя. Что я сделала не так? Супер вопрос вообще. Как освободиться от этого? Видите, она уже ничего не хочет, хочет от этого освободиться. Но пока не знает от чего. Сейчас выясним. Супер вопрос. И снова создать семью. Спасибо. Так вы от чего освободиться-то хотите? Ну-ка вставайте, сейчас будем с вами разговаривать. Поверила, поверила, и больше ничего. Один раз в год Сады цветут Весну любви Один раз ждут Всего один лишь только раз Цветут сады в душе у нас Один лишь раз Один лишь раз Запомните, поверить в человека можно только один раз В человека Второй раз никакой здравомыслящий человек в человека верить не будет Ваша проблема заключается в том, что вы человека с Богом перепутали Вы до сих пор в него верите В этого человека Когда ваша вера в этого человека закончится, тогда сразу же Бог вам даст Другого, которого вы никогда поверить не сможете Вы просто будете с ними жить как муж и жена выполнять свои обязанности перед ним Чувствовать влюбленность Но верить пытаться только в Бога Только в Бога В человека можно поверить только один раз в жизни А вы сейчас ждете когда я в другого поверю и этому дам пинка под зад Как он мне сделал Не дождетесь Вам надо поменять мышление Вы сейчас ждете этого человека Потому что верите в него А надо ждать Бога Потому что Бог вам его дал Не для того, чтобы вы в него верили А для того, чтобы вы с ним жили просто Свою судьбу испытывали А как Как это сделать? Вот ждал от вас этот вопрос Долгий путь Готовьте стесемочку Возьмите Идите в долгий путь Надо Слушать лекции Молиться Желать всем счастья И ждать Когда в вашем сердце Бог откликнется К Нему свое сердце направить К Нему свое устремление направить И ждать Когда Он откликнется В вашем сердце Когда Он откликнется В вашем сердце Тогда произойдет Сразу две вещи Ваше сердце Простит И успокоится По отношению к человеку И ваше сердце Обрадуется По отношению к Богу Пока вы не заслужили Этого счастья Поверить в Бога Не заслужили А без веры Человек не может жить Поэтому ваша цель Достигнуть Этой веры в Бога Вам надо сейчас молиться Самое главное Поймите Что вера в Бога Это как огонь От одной свечи Передается к другой Если вы найдете Такого человека Возвышенного Святого Которому вы доверите Свою жизнь Будете молиться Ему То тогда от него Его вера Передет к вам Ну где микрофон Что такое Что вы не включены Дали микрофон Вот представьте Сейчас на обед Пойдете И вам дадут Закупоренную еду Раз Раз Как заслужить Такого человека Святого В свою жизнь Это ведь не просто Не надо ничего заслуживать Все является Результатом знания Это видение Дает возможность Когда вы увидели Святость Сразу к ней привлеклись Это тоже путь Вы сейчас говорите О подарках Вы хотите подарков Подарки вы уже получили Вы приехали Это замечательное место Вы уже получаете знания Все подарки Вы уже имеете Просто вы не можете Их оценить Потому что Развитые люди В виде подарков Оценивают знания А не развитые Счастье Вы хотите счастья Сейчас Но Бог не дает счастья Счастье Это награда За труд Подарки вы уже получили У меня есть знания Но может нет осознанности Потому что Трудность в том Осознанность и знания Это одно и то же Осознанность и знания Это одно и то же У вас есть знания В маленьком количестве Надо, чтобы оно стало больше Вам надо учиться служить Учиться идти этим путем Придет время Вы и святость И Бога почувствуете И забудете этого человека Но проблема в том Что вам мужа надо Прямо сейчас Это называется Скупость уже Потерпите Вот в этом Главный ключ проблемы Видите Главный ключ проблем Не в том Что вы не верите в Бога И не в том Что вы не можете забыть Бывшего мужа Главный ключ проблемы Заключается в том Что счастье Надо Прямо Сейчас Услышали меня Увидели Что вот в этом Ваша проблема Вы не хотите терпеть Служите Богу В служении Придет счастье сразу Вот сделайте что-то полезное Сейчас после лекции Пожелайте всем счастья Искренне Не думайте о том Что вы такая несчастная Сейчас начнется повторение Я желаю всем счастья Надо пересилить себя И сказать Я желаю всем счастья А не думать Я такая несчастная Пересилить себя Начать служить Когда человек Начинает служить Он тут же Становится счастливым Тут же Капелька счастья Тут же капает В сердце Немедленно И все И тогда уже Не надо бояться Ожидание Не принесет Страданий Тогда в этом случае То есть А если это служение Есть в моей жизни Но я все равно жду Значит Это скупость сердца Недостаточно Нет искреннего служения Нет искреннего У вас искреннее ожидание Человека только Вы верите в человека Не в Бога пока Видите Вам легче становится Сейчас Кому? Зачем? Чтобы нам передать Куда-то микрофон Надо понять Это ваше письмо? Ого Так У меня еще Первый Двадцать лишним лет Читаю лекции Разве не было Что письмо Принадлежало Сразу двоим Это ваше письмо Получает? Да? Нет Это ее письмо Точно По почерку Я вижу Что ее письмо Но она тоже Со мной Хочет поговорить Да? И ты хочешь Поговорить Что ли? А что стоишь Тогда садись Садись Ты же людей закрываешь Вот посмотри Встань Встань Да Вот стань Нет Стой Вот так Встань И стой Вот так Как ты стоял Сейчас Ты закрываешь С собой Владимира Георгия Чажданого Как тебе? Нормально? Чувствуешь? Хорошо? Да? Нет? Когда мы с ней Разговариваем Вам надо было сидеть Хорошо? Жажда Получить ответ Не является Благочестивым поступком Эта жажда Указывает на то Что вам на нее Наплевать в это время Она же тоже человек И она нуждается В помощи Так? Или нет? Путь впереди большой Но я готова Спасибо вам большое Олег Геннадьевич Аплодисменты Аплодисменты Ваш вопрос? Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Здравствуйте. Здравствуйте, аудитория. Здравствуйте всем. Я Вас слушаю. У меня такой вопрос. И как бы цель моя приезда сюда – научиться вдохновлять мужа, чтобы продолжить нашу совместную жизнь. Мы не можем Богу ставить условия, потому что человек сам не может ни продолжить совместную жизнь, ни закончить ее. Это все зависит от Бога. Если Бог не позволяет человеку уйти, он не сможет уйти. Даже наша возможность разрушить отношения – это все равно идет с позволения Бога. Не надо человеку придавать слишком большого значения. Он не может ни поддержать отношения, ни закончить. Это идет от Бога. Но если вы правильно выполняете свои обязанности перед близким человеком, тогда у него нет причины от вас уходить. Никогда еще от счастья никто не отказывался в этом мире. Ваше упрямство, как по отношению ко мне, так и по отношению к нему, вам не поможет. Потому что, когда вы встали раньше времени, это было проявление вашего упрямства. И все, и больше ничего. Спасибо, спасибо большое. Я не хочу вас убежать, честно. Не хочу никого убежать. Но иногда мне придется быть строгим. Иногда, когда вы нарушаете какие-то правила, мне придется быть строгим. Потому что, когда я говорил с этой девушкой, никто не должен был мешать. Это важно. Важно понять. Что все имеют одинаковое право на счастье. Когда кто-то считает, что у него больше прав на счастье, это значит точно, что он сейчас никаких прав на счастье не имеет. Вот сейчас, в данный момент, время. Но потом будет иметься время. Мы не можем из упрямства заставить кого-то быть рядом. Просто потому, что я так хочу. Невозможно. Человек может быть рядом только по своей доброй воле. И все. Если мы ему служим, заботимся о нем, честно ведем себя рядом с ним, тогда он будет рядом. Если нет, значит нет. Этот фестиваль это ваше счастье и ваша печаль. Это ваши экзамены. И поэтому я очень рад всем вам здесь. Вместе с вами сейчас проживаем важное время. Где-то бывает больно, где-то бывает легче. Но мы должны принимать эту жизнь. Принимать, что вот так. Все, что происходит, мы должны принимать. И быть благодарными. Без всякого сомнения, этот фестиваль является для нас большой удачей. Для тех, кто его организовал. Потому что служить людям, которые стремятся к истине, это большая удача. А также для вас это большая удача. Сто процентов. Продолжение следует...